Всем привет! Я еду на новый ром-тур и сейчас будет очередное, мне кажется, очень интересное видео. Но пока я же знаю, что вы у меня любите ремонт. Я хочу вам порекомендовать один канал, который я смотрю сама. Он называется Дизайн интерьера. И я не просто люблю то, что они делают, а всей душой люблю, потому что это снимают мои земляки. Они находятся в Екатеринбурге, они снимают обзоры квартир, дают разные советы. Ребята-дизайнеры с образованием, там прекрасная, статная, очень милая Даша рассказывает о разных интересных советах. В общем-то, я очень вам рекомендую пройти и посмотреть на этот канал. Ну и что, идем смотреть, как живут другие. Итак, друзья, мы сегодня в гостях у Даниэлы. Привет! Привет! Буквально в двух словах площадь кухни? Площадь кухни около 15,5 метров, без балкона, с балконом где-то около 17, наверное. Так, и высота потолков? Здесь высота потолков, так тут у нас существующий потолок, по-моему, 2,8-2,9 где-то. Почти 3, в общем. Кто разрабатывал дизайн кухни? Дизайн кухни я разрабатывала сама, вместе с мужем. У нас вообще был, как бы, такой единый концепт эко-стиля в минимализме, вот. И поэтому мы решили здесь сделать такой некий горный склон, потому что у меня всегда кухня почему-то ассоциировалась с горами. И мы решили здесь отделать все камнем, сделать такой, как бы, серо-черный цвет, да, чтобы передать вот этот вот горный склон, собственно. Потом у меня есть замечательный мой знакомый из Ярославля, он дизайнер интерьеров. Он нам накидал, сделал визуализацию, как это все примерно будет выглядеть, собственно, мы с ним разработали концепт кухни, что, как здесь будет стоять. И от этого мы уже отталкивались, когда делали непосредственно ремонт. Прежде чем пойти и все трогать, и смотреть, откуда все, кто ты по профессии? По профессии я стоматологический ассистент, вот. А сейчас я получаю второе свое образование, я сейчас учусь на кино, на газового психолога. Ой, супер, все, идем. Если что, с собаками какие-то вопросы ко мне нужно обращаться, будет в будущем. Да, конечно. Так, ну, раз мы говорим про камень, то вот он сразу же на стене, такой как раз-таки горный склон. Откуда камень? Камень мы искали очень долго с девочкой-дизайнером, которая вела здесь надзор строительный. Мы нашли его на Нахимовском проспекте. Ходили там, наверное, часа два и просто забыли в какой-то маленький-маленький отделчик. Там было вот совсем немного видов этого камня. Там вот я его увидела и все, и влюбилась. Я поняла, что я хочу именно его. Причем, что интересно, это камень, он для наружной отделки зданий. То есть это не для внутренней отделки, он для фасадов вот именно зданий. Но мне он так понравился, что я вот именно его захотела. И мы, собственно, его заказали и сделали. Так, ну, понятно, холодильник тоже в цвет. Все, я не могу проигнорировать доску. Откуда она? Потому что я их люблю. Доску нам подарила на Новый год сестра моего мужа. Очень, кстати, прикольная вещь. То есть если что-то записать, да, советую. И магнитики. Да, мелочи. Классно. Так, ну, сама кухня. Во-первых, фасады без ручек. Удобно это? Да, фасады без ручек. Фасады здесь, ручки, точнее, они врезанные. Вот здесь вот они находятся. То есть просто ты берешь, как бы открываешь и все. Понимаю, вот здесь снизу. Да, они снизу, соответственно, а на нижних фасадах они как бы сверху находятся. То есть ты просто зацепляешься. Конечно, если там у тебя длинные наручки ногти, это неудобно. Но у меня таких ногтей нету, поэтому как бы нам, в принципе, ну, комфортно все делать. Вот, снизу, соответственно, сверху вот эти ручки. Ой, можно туда заглянуть? У тебя там порядок. Да, ну, мы вообще такие, я бы сказала, минималисты в неком смысле. Поэтому у нас не очень много вещей. Как бы и кухня, она на самом деле такая полупустая немножечко. А что еще есть по хранению интересного? По хранению интересного, что у нас здесь как бы два, скажем так, уровня вот этих вот навесных на стенах шкафов. Да, то есть вот эти вот серые и вот эти вот темные графитовые. Там уже механизм нажимающийся. То есть нажимаешь, и дверка открывается. Там у меня хранится сезонный декор для гостиной. Вот. То есть там тоже все такое полупустое. То есть там всякие наволочки, шторы какие-то там, статуиточки, вазочки. Все хранится там. Ну, то, что редко достаешь, правильно, в принципе. Да, да. В будущем, конечно, когда появятся дети, там будет все, наверное, битком запито. Но сейчас там просторно, как бы свободно. И мы, в принципе, весь ремонт и кухня в том числе делали, скажем так, заточкой на будущее, что когда появятся дети, нужно будет место для хранения. Поэтому мы решили. Мы сейчас лучше сделаем побольше шкафов. Пускай они будут пустые, но зато потом на будущее у нас будет куда-что складывать. Еще из интересного, наверное, вот эту вот колонну можно показать. Здесь такая большая здоровенная дверь, которая открывается нажатием. Ну и там, соответственно, всякие вещи, которые мы используем не так часто. Тут у нас большая аптечка, всяческие препараты, лекарства, витамины. И здесь все, что нужно там. Это бешеные какие-то соковыжималки? Это не соковыжималки, это блендер, это миксер. Ну, в общем, тут разборная, вот, со всякими насадками. Это что за духовой шкаф и микроволновка? Да, духовой шкаф плюс микроволновка очень удобная вещь. То есть, вот, у нее на самом деле огромная просто куча функций. Там вплоть до подогрева тарелок. То есть, вот мы здесь можем выбрать выборы нагрева. Нажимаем меню. Здесь есть огромное количество рецептов уже встроенных в эту микроволновку. Есть даже книжка специальная с рецептами. То есть, там написано на какую температуру, какие ингредиенты, как ставить и так далее. Вот микроволновка. То есть, можно просто нажать, да, выбрать мощность и, соответственно, разогреть себе еду. Так, вот. Это буш. Она достаточно дорогая, но она своих денег стоит, я считаю. Пользуешься и тем, и тем? Да, и тем, и тем. Муж обычно здесь запекает мясо. Я каждый день здесь разогреваю там какую-то еду, что-то покушать, да. То есть, ну, это удобно, потому что место экономится. Много готовишь? Ну, как бы у меня не очень много свободного времени в связи с учебой, да. Но вообще стараюсь, конечно, готовить, когда есть возможность. Так, фартук. Конечно же, он необычный. Сразу же привлекает внимание. Я в нем отражаюсь. Я думаю, что все уже, да, увидели. Можно попробовать. Как сделано? Сначала купили камни и сделали их вкладку, да? Да, это галька. Какая-то там полированная, лакированная. Которая была прикреплена на такую сеточку пластиковую. Ага, то есть, это уже готовое изделие, можно сказать. Да, да, да. То есть, просто как бы клеится она, да, на вот стену. Потом вот эта вот замазка, это все делается. И потом мы решили сверху вот такое вот специальное стекло установить. Просто, чтобы было легче ухаживать. Потому что, как бы, все равно готовишь, да, что-то какие-то капельки попадают и так далее. И, конечно, гальку мыть, ну, сложно очень. Вот, как бы. Лапка установлена на заклепки такие. Да, да. Конечно, была небольшая проблема с установкой, потому что нужно было вот этим шурупом попасть четко между камней. Вот, поэтому шурупы, может, так не совсем идеально стоят. Но, как бы, это удобно в плане ухода. То есть, просто взял спрей для мытья окон, попшикал, протер, все чисто, все сидя, все блестит. А это каленое стекло или это обычное стекло? Вот меня просто спрашивали. Стекло, да, специальное стекло, которое вот именно для кухонь, для фартуков. Да. Еще я обратила внимание, что у вас выведена вот здесь розетка со светом. Это подсветка, да, такая-то? Да, здесь должна быть подсветка, но она пока еще не сделана, потому что мы еще не очень, как бы, долго здесь живем. Тут еще есть вообще в квартире какие-то маленькие, там, детальки, да, и доработки, которые нужно сделать. Вот, но в будущем здесь вот так вот будет идти по периметру вот этого фартука подсветка. А здесь две розетки, они как паркинг для техники, то есть для мультиварки, для чайника. Хочу обратить внимание еще на детали. Так вот интересно стоят ложки-поварешки и для ножей такая штучка. Вообще у нас куплены рейлинги для кухни, то есть это такие вот трубочки, которые сюда весят, да, с крючками, вот. Но мы что-то, они у нас стоят и стоят, и я все говорю, может, давай мы их повесим, он такой, да нет, смотри, вроде как минималистично, так красиво. Мне нравится, да, красиво, не надо. Да, да, мне тоже нравится, что они убраны. Вот, поэтому, в общем, мы их решили пока не весить, оставим все так. Еще есть вот такая интересная штука, это розетки, которые выдвигаются наверх. Класс. Там снизу подключен бонкрашер, тоже покажу, что это такое. Я, по-моему, еще ни в одном твоем видео не видела такого аппарата, поэтому это будет что-то новенькое. Так, круто. Для подписчиков, вот, ну, то есть удобно, если там что-то, допустим, тот же миксер, да, или блендер включить, как бы выключил, попользовался, убрал. Про бонкрашер. Если посмотришь, у нас нестандартное тут отверстие в мойке, оно достаточно большое, и там вот такая, как бы... Ну, судя по названию для английского языка, руку не засовывай туда, это мой кошмар. Я не шучу, это просто самый ужасный фильм. А смотрите, когда колечко туда падает и потом включается случайно. Ну, меня уверяли в компании, где мы кухню заказывали, меня уверяли, что это безопасно, то есть там якобы ничего такого случиться не должно. Но один раз у меня тогда упала маленькая морковка, и она там реально перемололась. А, то есть это происходит автоматически? Нет, здесь вот есть такая кнопочка, мы на нее нажимаем, аппарат начинает работать, туда можно скидывать очистки там от овощей, фруктов, да, там какие-то там остатки пищи, то есть это все перемалывается и, соответственно, уходит в канализацию. Вот, можем, конечно, включить, но будет громко. Так, и раз у тебя вот там есть для розеток какое-то пространство, мне интересно, что вот в этом шкафу, потому что, получается, там заполнено, да, это пространство? Да, там у нас стоят фильтры для воды, вот они там прямо в углу, тут мусорное ведро, вот это сама, собственно, штукенция, ну, крашер, да, ну и там различные подводы под посудомойку и под все прочее, вот, ну, тут всякие такие технические вещи стоят, типа. А вот это второшка, посудомойка, да, вот она только что отработала, она 60 сантиметров, большая, маленькую ты много не запихнешь, да, а в большую можно там положить, допустим, половину и поставить программу, чтобы посудомойка только наполовину загружена. Так, ну, а что еще интересненького по шкафам? Вот тут я вижу у тебя два, обычно же здесь стоит варочная поверхность, да, да, да. Ну, просто мне как бы было неудобно, вот то, что все время приходится нагибаться, да, там, в духовку и так далее, плюс духовка, я знала сразу, что она будет совмещена с микроволновой печью, и у нас на съемной квартире была такая в духовке тоже с микроволновкой, она как раз-таки была под варочной панелью, это неудобно просто, то есть, когда нужно что-то разогреть, да, постоянно ты наклоняешься, ставишь это все, достаешь. Поэтому я сразу знала, что духовка у меня будет на вот этом уровне, то есть, на уровне глаз. Поэтому здесь мы сделали просто как бы два шкафа для хранения, здесь кастрюльки, тут сковородки со всяческими духовыми принадлежностями. Ну, у меня, знаешь, мечта попасть вот в квартиру, где все там, знаешь, по кон-мари, мари кон-до, или как-то все вот вместе, все вот это взятое, когда, знаешь, там, полотенчико к полотенчику, у тебя не так? Да, вот здесь у меня, в принципе, так немножечко, вот это вот, этот момент полотенчико к полотенчику. Мы на самом деле, говорю, как бы еще дорабатываем, то есть, какие-то моменты для хранения я постепенно докупаю-декупаю, и я думаю, где-то, может быть, через годик у нас тут прям реально все будет по полочкам стоять. Так, хорошо. Еще я хочу обратить внимание, что кухня у вас до потолка. Это не до потолка. И вот это место нарощено, то есть, объясни, пожалуйста, как так. Да, делается это следующим образом. Значит, сначала нужно понимать, какой высоты будут кухонные фасады, потом от существующего потолка, либо там вот потолочного уже готового покрытия, мы отмеряем нужную высоту, и просто гипсокартоном вот это вот все дело зашивается. Да. Вот, и потом уже вешаются шкафы, и получается, как бы, что вот такая единая, такая единая монолитная поверхность, да, по-моему, очень классно смотрится. И самое главное, там наверху на кухне не скапливается пыль. Да. Это самое главное. Мне это было очень просто архиважно, потому что это кухня, тут ты готовишь, тут ты кушаешь, здесь должно быть чисто по максимуму. Вот, чтобы пыли никакой не было, мы решили зашить. Так, барная стойка. Да, барная стойка вообще изначально я мечтала об острове, но с островом было очень много заморочек, поэтому мы решили сделать барную стойку, и как бы с учетом, опять-таки, планов на будущее, да, эту барную стойку можно будет убрать, и гостиная превратится, скажем, в кухню-гостиную, точнее, кухня превратится в кухню-гостиную, да, и там другая какая-то комната станет детской, другая комната станет нашей комнатой с мужем, вот, то есть из таких соображений была поставлена вот именно барная стойка, а не остров кухонный. И подножкой, чтобы тебе по верхам ходить, да? Да, я маленький человечек, мне нужно на этих высоких шкафов как-то дотягиваться, поэтому... А светильники откуда? Светильники заказывала вот наша девочка-дизайнер, которая нам тут делала ремонт, вот, она где-то нашла, ну, то есть мы знали, что такие висячие будут, но конкретные какие-то вот я не могла выбрать, она не помогла определиться с размером вот этого светильника с его видом, вот, и как бы мы их заказали. Угу. У вас, знаешь, что-то получается из-за того, что вид за окном такой урбанистичный, у вас такие каменные джунгли, прям буквально. Пойдем зайдем на балкон. Да, давайте, пойдемте на балкончик. Он присоединен, ну, таким вот большим, большим пролетным окном, дверью, не знаю, как правильно сказать, и окна панорамные, но там тепло, да, сразу же? Да, у нас теплый балкон, как бы вообще он сам по себе не присоединен, то есть к жилому помещению посредством, это балкон-балкон, но здесь у нас теплый пол сделан, а во время ремонта мы как-то по максимуму старались утеплить, в принципе, утеплили, ну, как бы за счет того, что на кухне всегда, как бы, ну, теплее, чем в остальной части квартиры, потому что готовишь, вот, мы держим, получается, дверь открытой, и здесь, в принципе, комфортно находиться зимой. Классно, что пол теплый, по нему ходишь, и очень приятно. Когда был Новый год, мы решили отключить пол теплый, и здесь, конечно, просто моментально стало холодно, здесь невозможно было находиться, то есть тут нужно вот в наших реалиях, да, русских, суровых, нужно именно постоянно держать пол теплым, включенным на лоджии. Еще, смотрите, ребят, вот просто какой прием, видите, да, стоит лечка внизу, мшикалка, да, опрыскивает, удобрение, все, но весь полностью ансамбль не живой. Да, искусственные цветы, просто они не требуют никакого ухода. У нас был эксперимент, мы пытались это все живыми цветами составить, в итоге там что-то засохло, что-то сгнило, мы поняли, что не будем экспериментировать, тем более, это лоджия, она во второй половине дня летом ужасно нагревается, то есть тут растения просто дико пересекают, поэтому мы, в общем, решили... Ну, смотрится очень свежо, на самом деле, вот я когда пришла, я и удивилась, просто меня смутило сначала, то, что здесь все стоит для полива и для подкормки, а потом я обратила внимание... Ну, у нас есть вот тут два флорариума, они живые, ну, полуживые, да, вот, например, мох тут уже, конечно, все, вот их мы, конечно, поливаем, пшикаем, но вот они как-то выжили здесь на балконе, а вот другие цветы, конечно, у нас все. Ну, это ротанг, да? Да, это ротанг, кресло и столик, это икея, как и, в принципе, 95% мебели в нашей квартире. Кухня, конечно, это не икея, а вот гарнитур обеден, это икея все, их все, что там по хранению, там всякие баночки, скляночки тоже, это все икея. Вот, мы любим икея очень. Расскажи еще про, вот почему ты поставила эту штуку. Я могу даже отодвинуть немножечко. У нас тут есть такая опасная зона в квартире, это вот эта вот пластиковая дверь. Она сейчас закрыта на ключ, но если ее открыть, там стоят внешние блоки кондиционеров во всех квартирах в нашем подъезде, и там просто идет такой пролет с нашего этажа до первого, то есть это очень опасно на самом деле. То есть, я не знаю, дай бог, чтобы мне заплочили это видео, но если ты хочешь суициднуться, то вот легкий способ, легкий выход из любой ситуации. Вот, поэтому она, конечно, закрыта, но она не очень хорошо смотрится, эта дверь, поэтому мы решили вот как-то закрыть это. Ну, классно, лайфхак. Да. Откуда стойка? Стойка тоже из Икеи, причем она очень дешевая, она металлическая, то есть вообще очень так мы удачно ее купили. Она так хорошо вписывается сюда. Да. И остался стол и остальная часть кухни. Стол на большой раскладывается. Да, стол раскладывается в Дома Год. Мы здесь весь миром удобно очень поместились, всем хватило места, так что вот. Вот, в принципе, ну, стол это тоже Икея, стулья Икея, скатерть Икея, дорожка Икея, все, Икея, кроме чайника. Ты мне обещала рассказать вот про эти темные полосы и про практичность стен покраски. Чем покрашено, во-первых? У нас во всей квартире, кроме спальни, у нас просто стены под покраску. У нас был достаточно ограниченный бюджет на отделку квартиры, особенно учитывая то, что мы получили квартиру просто бетон, то есть тут не было ни черновой отделки, ни чистовой никакой вообще. Вот, у нас был крайне ограниченный бюджет, и опять-таки в планах экономии я, как не совсем опытный человек, решила просто покрасить стены. И дело в том, что эти вот покрашенные стены ужасно царапаются, то есть от любого прикосновения, даже если накрашены каким-то ярким лаком локти и провести вот ногтем по стене, останется полоса. И вот эти вот все замечательные, в кавычках, полосы темные, это то, что осталось от вот этих вот черных стульев после Нового года. Когда стулья стояли во второй ряд вот там, да, у стены, и когда люди выходили, они, видимо, задевали стульями стену. Ну, зато можно легко покрасить. Нет, в том-то вот и проблема, что покрасить нельзя. Почему? Потому что если ты начнешь просто вот слой краски перекрывать вторым слоем краски, то будет видно, что здесь что-то было, будут видны вот эти пятна. Потому что цвет не полностью белый, а чуть-чуть серый, да, и будет видно. Да, даже если бы это была белая краска, все равно было бы видно, что здесь что-то было, что здесь вторым слоем какие-то помарки закрашивали. Вот, если бы это были обои под покраску, тогда, да, тогда взял бы, покрасим просто, и все, ничего бы не осталось. А вот поскольку мы решили обои сделать не везде, то... Даниэла, спасибо тебе большое, что ты впустила в нас за то, что рассказала о минусах. Это тоже очень важно всегда. Конечно, минусы очень важны, особенно, когда делаешь первый свой ремонт в жизни, еще многого не знаешь, и все, с опытом приходит. Вот. Спасибо. Пожалуйста. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Ждите, конечно же, видео по всей квартире. Как только оно появится, ссылку на него я оставлю в описании под этим роликом. Поэтому переходите, обязательно смотрите, задавайте свои вопросы в комментариях. Не забывайте подписываться. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.